Всем привет! Вы на канале Анна Профи. И в этом видео я хочу показать вам праздничное, нарядное печенье, как я его готовлю под названием Альфа Хоррес. Этот рецепт взят с испанского сайта, который на английском языке. Так как это печенье родом из Латинской Америки, там оно очень распространено. Первым делом смешаем сухие ингредиенты. Это стакан и три четверти муки, 250 грамм муки, 300 грамм крахмала. Крахмал обязательно кукурузный. Также нам понадобится 2 чайные ложки разрыхлителя, который я не добавляю, и пол чайной ложки соды, которую я тоже не добавляю, так как моя мука содержит уже это все. Все это аккуратненько перемешиваем, чтобы все смешалось, крахмал с мукой. Рецептов этого печенья существует великое множество. Но что в них общего? Это большое количество крахмала и желтки. Не полные яйца используются, а желтки. Белки нам не понадобятся. Мучную смесь отставляем в сторонку и займемся жидкими ингредиентами. Из жидких ингредиентов нам понадобится 250 грамм сливочного масла, очень мягкого, и 3 четверти стакана сахара. Я напишу в описании в граммах. Все это взбиваем до изменения цвета масла и увеличения массы в объеме. Масса посветлела, увеличилась в объеме. И теперь мы добавляем 5 желтков по одному, перемешивая тщательно после каждого. На этом этапе добавляем цедру лимона. С одного лимона. А также 1 чайную ложку ванильного экстракта я добавляю на глаз. Так как если его будет немного больше или немного меньше, ничего страшного не произойдет. И все, последний раз еще перемешиваем. Все жидкие ингредиенты смешались. Постепенно добавляем мучную смесь. Можно смешивать при помощи миксера, но я предпочитаю лопаточкой. Тесто готово. Я переложила его в другую миску, потому что мне было тесновато. Оно совершенно не липнет к рукам. И теперь есть два варианта. Либо взять пищевую пленку, распластать тесто и положить в холодильник по крайней мере на час. Либо раскатать его сейчас. Раскатать тесто сейчас, сформовать печеньки и поставить их в морозилку минут на 15-20. В таком случае будет идеальный результат, при том, что времени вы затратите меньше. Потому как пока будут настаиваться печеньки в морозилке, вы сможете нагреть спокойно духовку. Раскатываем тесто на толщину примерно полсантиметра или тоньше. Тесто я раскатала. Теперь осталось его кружочками поделить на печеньки. Берем средний диаметр, слишком широкий не принято, и делим. Очень аккуратно переносим кружочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. На некотором расстоянии друг от друга. Почему очень аккуратно? Из-за крахмала тесто довольно рассыпчатое, даже сильно рассыпчатое, поэтому любое движение может повредить. Можно взять какое-то приспособление, нож и так далее, пока тесто совсем не закончится. Первый противень я заполнила. Теперь оно отправляется в морозилку минимум на 15-20 минут. А если у вас еще есть тесто, которое осталось, как у меня, то вы можете поставить чуть ли не на ночь, на несколько часов. Тогда печенье будет еще вкуснее. Все тесто я распределила по противням. Вот этот противень уже постоял в холодильнике, не в морозилке, в холодильнике около 40 минут. Этого достаточно. И теперь печеньки внешне не изменились, но если я пытаюсь продавить, то у меня не получается, они довольно твердые. Вот в таком состоянии печенье отправляется в духовку, разогретую заранее до 180 градусов на 10-13 минут. Печенье должно зарумяниться только по краям и на дне. Сверху оно должно остаться вот таким, светлым, белым. Вот как выглядят печенюшки сразу после выпечки. Как вы можете увидеть, они довольно бледные, так и должно быть. Все очень горячее, но я вам покажу. Вот внизу немного зарумянилось, а сверху осталось бледным. Дам немножечко остыть печенькам и буду наполнять их сгущенным молоком. Печенюшки немножко подостыли. Самое время их наполнить сгущенным молоком. Я делаю это при помощи двух чайных ложечек. Беру немного сгущенки и одной ложкой помогаю другой. Берем печенюшку вторую и накрываем ей. Окунаем эту всю красоту в кокос. И все, наша супер печенюшка готова. С исключением того, что она должна постоять какое-то время в холодильнике или просто так и пропитаться. Эти печенья вкуснее, когда они пропитаются. Если вы не хотите кокос, то вы можете просто для декорации посыпать сахарной пудрой. Печенюшки должны постоять, но я не могу удержаться и очень хочу попробовать. Я не удержалась и попробовала. Вкус, конечно, потрясающий. Но печенье, пока оно не пропитается, оно буквально рассыпается в буках из-за крахмала. Поэтому рекомендую вам намазать, таки подождать и потом пробовать. Но сочетание вкусов совершенно нереальное. Рекомендую вам готовить именно по этому рецепту. 5 желтков и все дела. Это печенье отлично подойдет для Нового года. Оно очень вкусное. Оно изысканное. И набор ингредиентов совершенно нереальный вкус. Больше, чем рекомендую. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Делитесь этим видео с друзьями. Обязательно нажимайте на колокольчик. И мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!